Самое важное здесь это быть четкими, ясными, это строить такую связь и представлять Божью правду. Вам не нужно впечатлять их тем, что и сколько вы знаете. Вам нужно говорить им то, что для них будет иметь значение. Если у вас хорошее отношение с ними и вы с ними проводите время, вы будете знать, о чем вам нужно говорить на такого рода времени. Нам нужно спешить. Продолжаем. Вот здесь описаны вещи, которые могут возникнуть по мере того, как они вам доверяют. Мой опыт показывает, что в основном спортсмены первые не задают вопросы. Обычно они ведут себя уверенно и знают, что правильно, и сами знают, что делать. Поэтому если они будут задавать вопросы, они могут выглядеть как слабые или уязвимые. Поэтому вам, возможно, надо будет быть первыми в этой открытости и делиться первыми открыто о себе, о чем-то. Роджер говорит, что очень хорошо, нечего добавить. Дальше. Почему вы думаете посещать тренировки важно? Очень важно, очень важно. Почему? Чтобы построить отношения, посещать посещение, чтобы молиться на практике. Дальше. Потому что их жизнь происходит там. Да. Они видят тебя и понимают, что ты один из них. Да, хорошо. Чтобы увидеть их настоящими. Да. Потому что ты один из них. Да. Потому что ты один из них. Потому что ты один из них. Не только чтобы показать это в публике, но и быть более простым. Да. Да. То есть вам не только важно вот эта игра, что происходит на важной игре. Вы также беспокоитесь или заботитесь о том, что происходит во время тренировок. Там, где нет болельщиков. И никто не знает, что вы там сейчас с ними. И вы там подбадриваете их. Таким образом вы можете видеть всех игроков, которые работают вместе. Например, у меня одна была девушка, которая в команде, она ни разу не играла во время игры. Но я могла с ней говорить о том, насколько она важна, потому что я видела ее на тренировках. И она и еще такие несколько девочек. Они чувствовали, что они важны, потому что они осознавали, что они внесли что-то в команду. Каким образом мы можем предложить помощь или быть им в помощь? Да, чтобы имплата время. Это банкротства все заботы. Да. Каждый раз. Да. Каждый раз. Делать воду. Да. 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 Да, да. 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 Вне спортивной. Когда мы провели реновацию, они предложили, чтобы мы разговаривали воду, и теперь они спрашивали, что, пожалуйста, это реновация, чтобы помочь нам наладить отношения к спортсменам и тренировкам. А вот по этому пункту. Если происходит какая-то травма, особенно если это влечет в потерю чего-то, то я делаю все возможное, чтобы они понимали, что я вот там для них, вот они идут к себе в раздевалку, и независимо, сколько они там времени проводят. И после того, как они выигрывают, все за них. И они могут получить 50 сообщений. Но если они проиграют, не особо много сообщений приходит. И это огромная возможность построить доверие и завоевать их доверие, и показать, что вы действительно о них заботитесь, вам не все равно. И это может быть, как Роджер сказал, просто так обнять их, сказать, я люблю вас, я вами горжусь, и я видела, что вы сделали это и это. Даже если они все время на скамейке сидят, я буду обращать внимание, как они реагируют во время игры, подпрыгивают, подбадривают своих... по команде партнеров, да. И я буду им говорить, что я вот эти вещи отметила, я заметила, что это то и то. Мы заканчиваем. Сейчас пройдемся по видам спортивного капеллана, формам спортивного капелланства. Мы уже об этом говорили. Клубный капеллан. И следующий слайд. По мере того, как вы строите ваши отношения, будут увеличиваться возможности, как служить. Вы записываете, да? Следующий слайд. Мы уже об этом говорили. Вам надо заполнить, да, там пустые места. Два слова, да. Тогда идем дальше. Мы можем дальше. Мы можем дальше. Мы можем дальше. Подумайте, просто каждый сам для себя, что это может означать. Как это у вас в жизни может проявиться. Да. 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 Так. 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 История. Если у вас больше интереса в одного ЭКХ, общению, то вы просто наставляете одного ЭКХ из всей команды, не беря вам внимание всю команду. Они привозят капелланов с собой, и они служат им как капелланы, и некоторые бразильцы уже, как вы здесь, и есть капеллан у них местный. Он служит им, и понятно, что у него свой график, у него своя жизнь, и тут уже капеллан подстраивается. Такие люди, они не могут на регулярной основе ходить на собрания. Мы уже как бы обсудили капеллан официальных соревнований, что это значит. Но если у вас есть вопросы, задавайте Роджеру, потому что я не очень хорошо это. Многие спортсмены и тренеры могут жить жизнью отдельно по этим частям. То есть моя духовная жизнь ничего не имеет общего с моей спортивной жизнью. Но, как мы уже сказали, мы хотим все эти сферы совместить, интегрировать. То есть Бог нас создал не таким образом. Мы одно целое, мы одна целая личность. Поэтому все сферы нашей личности влияют одна на другую. Вот эта схема. Чем она лучше? Если вот это сильно и оно в Иисусе, оно будет влиять на нас. На все остальное. Даже если все остальные моменты не такие сильные. Как вы думаете, спортсмены и тренеры, в каком порядке они все это ставят? Что у них внизу? Наоборот. Opposite. Opposite? Yeah. Opposite. So, if sports are going well. Если все в спорте отлично. Then I love God. Ну, я тогда люблю Бога. And everything's good in my life. И все хорошо в моей жизни. What's the problem with that? В чем тут проблема? Because not everything is great in school. That's right. Это да. Right. Could be done like that. Sports did not save our soul. Спорт не спас наши души. And sports are not unchanging. И спорт очень изменчив. Он не является стабильным. И спорт не вечен. Спорт – это то, что нам нужно делать. Но тем, кем мы являемся во Христе, но наше основание – это Христос. Это то, кем мы являемся. Еще один секретик капеллана. Иногда мы ставим в подножие, в основание служение, а потом духовную сферу, а потом личную. Если служение идет отлично, успешно, тогда у меня все хорошо с Богом, и я прекрасно себя чувствую. Но если служение не успешно, все идет ко дну. Поэтому у нас тоже есть своя борьба. И последняя страница вашей вопроса для обсуждения. У вас 4 минуты обсудить их с теми, с кем вы сидите рядом. Мы не будем вместе проходить все это, эту тему. А у вас нет, да, вот этого, там должен быть список из 13 пунктов? Нет. 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 Да. Ему нет. Нет. OK. Продолжение следует... Это, вот этот кодекс поведения, в принципе, помощь вам, что хорошо, а что плохо делать капеллану. Ну, например, некоторые будут... Понятно, что это неправильно. Например, вовлекаться в сексуальные, греховные отношения. Или, например, относиться ко всем с достоинством, с уважением. Это понятно, что это правильно. Сохранять конфиденциальность. То есть это как напоминание, хорошее напоминание вам, что вы уже и так знаете и делаете или не делаете. Есть стандарты кодекса. Это просто напоминание о том, что нам нужно делать в качестве капеллана. И что нам нужно избегать делать. Можно я interject? Yes, please. One of the things we use the Code of Conduct for... It's a very simple and direct document that we use to present to teams or clubs or organizations. So that the club can know, this is the conduct we expect of our chaplain. Many times it also says, this is what we need from the club. И иногда там часто написано то, в чем мы нуждаемся в поддержке клуба, что он будет делать. Okay, so it's just kind of a document to help us understand each other and what we each provide in the relationship. Это просто документ, который будет показывать на что надеяться и что мы хотим друг от друга. Клуб этого отношения показывает. For example, our friends in Great Britain use this with Premier League football clubs. So whether it's Liverpool or Madden United or whoever. This way, the club knows this is what the chaplains will provide. Клуб таким образом будет знать, что будет предоставлять капеллан. The chaplain knows what the club will provide. Клуб будет знать, что зависит от клуба, что предоставляет клуб. That way, the communication is clear. Чтобы было четкое и чистое взаимопонимание. Same way with Aussie rules football in Australia. Так же самое с правилами Aussie, которые есть в Australia. Or a baseball chaplain in the United States. Или с бейсбольными богослужениями с этими чапеллами в Соединенных Штатах. There's clear understanding of what the chaplain provides and what the baseball club provides. Что капелланки заставляют, или эти чапалы встречи их, и кто зависит от клуба. The end result is, we each trust each other more because we've communicated clearly. Конечный результат в том, что мы доверяем друг другу больше, потому что мы видим четкость, у нас есть описанные черты и обязательства друг перед другом. We can't automatically assume we all hold the same values. Мы не можем автоматически сказать, что у нас ценности одинаковые. So this clearly states what we do not. Поэтому это просто описывает те ценности, которые мы ценим, которые есть. Как мы, так и тут. That's the purpose for the code. Это цель для этого кодекса поведения. Отношения это самое главное в том, чтобы быть капелланом. Can you think about, in your life, if you've ever had someone try to correct you outside of a relationship? Можете подумать о ком-то, кто пытался вас исправить, не будучи знаком с вами, в каких-то отношениях с вами. It usually doesn't go very well. Обычно это не очень хорошо заканчивается. It usually doesn't go very well. Если у нас есть взаимоотношения с людьми, нам лучше, эффективнее взаимодействие с ними и справлять друг друга и так далее. Because they know that we care about them, and that's why we're doing it. Они знают, что вы беспокоитесь о них, вам не все равно, и поэтому они готовы к изменениям. Great, let's go ahead to next one. Отлично, дальше. 22, sorry, too fast, так сказать. What does relationship mean to you? Could you define it? Как вы определите слово взаимоотношения? Чем они вам важны? It's a word from both ways, from both sides. Two sides? Yes, good. Trust, friendship. Отлично. Care about a friend, acceptance. Just the word means mutual thoughts, mutual acts toward each other. Some kind of mutuality. Right. Да. Openness. Openness. Good. Those are all great definitions of a good relationship. Это все классные определения прекрасных взаимоотношений. There are some relationships that are not successful, and yet they're still a relationship. Есть взаимоотношения, которые не являются успешными, но они все еще остаются взаимоотношениями. So what are some of those things that make an unsuccessful relationship? Что может быть такого, что вредит взаимоотношениям, что определяет взаимоотношениями как неудачные? Да, точно. Very good. Right. Очень хорошо. взаимоотношения по определению не означают они положительные или отрицательные следующий слайд взаимоотношения это способ по которому двое или больше людей взаимосвязаны это может быть плохая связь но мы хотим сфокусировать наше внимание на успешных взаимоотношениях поэтому мы смотрим библию в ответ в ответе на прочитайте пожалуйста кто-то матфея 22 главу тридцать девятый стих я и следующая next one следующие три филиппийцам 25 если мы людьми ближнего своего так как в уме христос любит его то это отличный старт для взаимоотношений то что мы вносим в отношения определяет их будут ли они позитивными или негативными следующий вот там живут взаимоотношения то есть это тот момент когда и присутствие и отношения совмещаются почему невозможно иметь хорошие взаимоотношения если вы только присутствуете или если у вас только хорошее отношение кому-то или чему-то присутствовать можно но отношения иметь не очень хорошее можно иметь очень хорошее отношение кому-то или чему-либо но никогда не быть там не принимать участие да то есть нам нужно и это и это следующий слайд это длинный список процессе построения взаимоотношений ключевое слово это процесс для построения взаимоотношений требуется долгие сроки нам нужно быть искренними и терпеливыми первое это самое естественное но более всего забываем вот не знаю в америке мы просто хотим прыгнуть и сразу все делать служить и просим бога молит молим бога о том чтобы он благословил то что мы уже и так делаем почему молиться очень важно это способ для бога как направить мое сердце в правильном направлении прежде чем я начну это делать дальше можем идти почему четвертый пункт я очень важен то есть четвертый пункт целом почему это все так важно почему вы думаете это важно да потому что именно такие отношения то в чем очень сильно нуждаются спать даже если они не являются верующими они могут уважать нас вот за это библия говорит что мы представители посланники христа мы должны приходить с именем иисуса мы должны представлять иисуса в их глазах даже если мы не совершенно мы можем вот это все совершать достаточно хорошо быть такими дальше мы тоже также уже говорили о том как важно строить взаимоотношения любить членов семей атлетов спортсменов с которыми мы соприкасаемся мне интересно узнать как в украине работает пункт 7 как происходит как в украине спортсмены предпочитают или как предпочтительнее достигать спортсменов украине а и касаться вопросов веры first action then conversation first to show and then to say sometimes they have circumstances and then for example one girl brother was killed and we immediately came to visit and we had a foundation to start great at least no anything else что-то еще that's very similar to the united states принципе точно также и в сша my brother was very successful in some achievements and he was receiving different words Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Когда Бог предоставляет возможности объяснить, откуда идет сила. Люди будут замечать какие-то вещи в вас и могут интересоваться, откуда у вас это. И вы можете им указывать на Христа. В моей семье были очень сложные обстоятельства. Моя сестра умерла полтора года назад. И очень многие люди говорили, насколько сильна была наша семья в то время. Но это была возможность говорить им о том, что мы вообще никакие не сильные. Нам также было больно, и это была большая скорбь, но у нас был мир, потому что у нас есть вера в Бога. И Бог всегда предоставит возможности поделиться о Его истинах. И если Бог так располагает, что вы можете чем-то поделиться с человеком, которого вы особо не знаете, то вперед. Но мы концентрируемся на взаимоотношениях, потому что это самая большая часть того, что значит быть капелланом. Хорошо? Дальше. Вот эти два последних пункта, почему вы думаете, они будут очень важными в нашей роли капелланом? Дисциплина? Дисциплина again, да. Да. Опять дисциплина. Что еще? Респект. Да, да, очень хорошо. Это самые легкие способы показать, что мы ценим их время. Мы не хотим их как бы обременять, то есть мы хотим им показать, что то, что мы с ними общаемся, вовлекаемся с ними, чтобы это на них не давило. Им, чтобы им не приходилось менять свои планы из-за нас или ждать нас. И вот как мы говорили, мы хотим быть представителями Христа для них. Многие из них смотрят на нас и видят, что значит быть представителем Христа. Здесь описаны полезные и вредные стороны в построении взаимоотношений. Что из того, что вредно для вас будет особо взывать к вам, действительно проблематично? И что из того, что полезно является огромной нуждой для вас? Из того, что вредно, что больше всего, из того, что полезно, в чем вы видите большую нужду? Это сложно не быть любым. Это сложно не быть selfless. Да. Да. Это правда. Для нас и для них, да. И для них и для нас. Да. 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 Знать рамки и ограничения. Здесь вы можете это знать, если вы будете разговаривать с тренером. То есть вы задаете вопросы, когда нормально будет, если я приду и пообщаюсь с командой, или когда бы вы хотели, чтобы я пришла, пришел и так далее. И они оценят то, что вы, для вас важно, что они хотят делать. Что-то еще может Роджа добавить? Да. 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 Если я захожу в баскетбольный зал, я не прямо вхожу во время упражнения какого-то и стою в центре зала. Я стою на стороне. Да. Да. Но я стою около Бузда с водой. Да. Потому что они через минуту будут посмотреть. И я могу быть там. И я могу быть там. Да. 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 , это прекрасно. Хорошо. То есть для Каплана важно тоже выбрать правильную позицию только не на поле, а на поле… Для плача cristей Lehly it's very important to find the right position, not on the field… Да, да. Отлично. Хорошо. Могу начать молитвой а закончить пеньками. Потому что, если бы, чтобы ты так безопасно, можно начать прослепиться с помощью полиции, Когда я прихожу на тренировки, я стою в проеме двери, вот так. Там есть стулья возле поля, но я все равно стою здесь. Я стою возле воды, бутыль с водой, как Роджер. То есть мы хотим быть им как поддержка, но не хотим отвлекать их. Даже если я хочу подбодрить их, я не ору вот так. Если допустим кто-то пробегает недалеко, я могу вот так вот подбодрить. Молодец, молодец. Продолжай в том же духе. Продолжай в том, что можно делать отлично. В предыдущем моменте, вы должны деться непрофессионально. Профессионально? Профессионально, да. Деться спокойно и неправильно. Я обычно думаю, что нужно одеть в зависимости от программы и что, как они выглядят. Как они могут меня воспринять из того, как я выгляжу? Если я приду на тренировку в платье или в юбке, очень красиво, но странно. Они посмотрят на меня, чего это и она. И это может их отвлечь, и поэтому я стараюсь одеться так, чтобы смешаться с ними, не отличаться и не выделяться. Но в то же самое время это не значит, что я лишь бы как-то оденусь. Роджер говорит... Максимально быстро, как я могу. Да, это здорово. Я почти читал своих коллег. Когда вы даете экипировку капеллану, что же вы даете экипировку? Они обычно не дают экипировку или форму капелланам, но я могу носить футболку FCA. Или, может быть, командную какую-то одежду. Просмотрите, пожалуйста, кто бы был в вашем списке. И о ком бы вы хотели молиться. Просто даже узнать их имена и что там, это занимает очень долго. Если вы можете, просматривая список состав команды, и каждого поименно взглянуть в глаза и как бы установить этот контакт, мне это достаточно легче, потому что у меня 15 игроков, у Роджера 100. Но он все-таки делает это. Есть что-то особенно сильное в том, что можно знать игрока по имени, и обращаться к нему по имени, лицом к лицу. И последние два пункта я бы объединила. Молитесь о разных возможностях, как можно послужить и перевести их к Богу. Богу есть, да, ему не все равно. Он больше всего заботится о спортсменах больше, чем мы. И поэтому он предоставит нам эти возможности и ответит. И по мере того, как вы будете соприкасаться с игроками, с тренерами, вы будете знать, что для них значимо. Например, некоторым спортсменам я писала записочки и на шкафчиках, в раздевалке клеила эти стикеры такие, знаете. И они их сохраняли у себя на дверце шкафчиков, в раздевалочке. И я осознавала, что это им важно, и поэтому я продолжала это делать. И ободрительные слова, и из Библии стихи. Дальше, да, можем ехать. Да, поговорим об отношении Тимофея 4, 11-12. Проповедусь и учи, никто не принадлежит юностью двоею, но будь образцом доверных слове, детей, любви, духе, вере, чистоте. Отлично. Как наше отношение к кому-либо или что-либо будет влиять на наши взаимоотношения? Как наше отношение кому-либо или чему-либо будет влиять на наши взаимоотношения? Понимаешь, нет? наше отношение может заменить слово отношение к наше состояние сердце или подход может ли открыть дверь для взаимоотношений или может закрыть их очень быстро любую дверь когда мы будучи капелланами можем иметь искушение не проявлять правильное отношение то есть это все те вещи которые мы хотим делать но мы можем нам нужно бывает сложно делать что-то когда такое происходит когда у нас нет результатов нет результатов когда они закрыты когда наши отношения с Богом когда они скрытся или не хорошо это правда когда мы уходим от того, что мы говорили о том, что мы держим основание в Христе Очень важно, как мы уже и говорили, иметь основание во Христе, потому что вот это все будет очень шатким. Если мы будем иметь хорошее и твердое взаимоотношение с Христом, то это все будет выходить, выливаться из нас, как плоды Духа. Дальше, мы вовремя. И еще примеры отношений, которых мы хотим иметь, будучи капелланами. Почему вы думаете, вот этот момент ко всем относиться одинаково очень важен? Нет, 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 нет. Не хипокрисия, но когда ты любишь кого-то и не любишь кого-то. Да, хорошо. Потому что в том, чтобы не быть конфликтами между играми. Да, это правда. Потому что Бог описывает на вашем лице. Да, это правда. Да, это правда. И честно. И Бог не деференчает. Да, обычно спортсмены не собственники. И там они десятки за своим результатом, что они не постоянно за свою успешность. И когда они видят, что ты там, грунт пляж, пишешь уваги, то они просто закрываются. Спортсмены часто определяются или ставятся на определенный уровень в зависимости от того, что они достигли. И нам нужно показывать им, что это не так Бог на них смотрит. И мы ценим и любим игрока, который не так уж много играет точно так же, как и того, кто суперзвездный играет. Также мы проявляем любовь к тем, кто к нам отвечает, реагирует на нас как на капелланов, так и к тем, кто этого не делает. Я не хочу показывать команде, что я буду тебя любить, только если ты будешь слушать меня и слушать, что я тебе говорю о Боге. Пример сейчас вам приведу. В мой первый год работы была одна девочка в команде. Она никаким образом на меня не реагировала, ничего не отвечала. Она не хотела ни приходить на вот эти мини-богослужения, время духовного наставления. Я ничего не делала, не отвечала, даже почти не здоровалась. Каждый раз, когда я отсылала что-то команде, я ей тоже записку какую-то отсылала. И каждый раз, когда я мимо нее проходила, я все равно с ней продолжала здороваться. Но я не хватала ее и не тащила туда, куда она не хотела идти. Она закончила школу или университет, и она так и ни разу не отреагировала, ни разу не отвечала. На следующий год появилась точно такая же девочка. Вообще никакой реакции. Я просто пыталась продолжать ее любить. Я думала, она будет точно самая последняя, кто придет к Богу. Но Господь работал в ее сердце, и она приняла Христа в свое сердце в августе. И она меня попросила о встречах изучения Библии вместе. Она крестилась в апреле. Это все Божья работа. Вы никогда не знаете, кто в конце концов придет к Богу и в конце концов будет расти в Боге. Когда мы стали общаться больше, я спросила, задала ей вопрос, то, как я к ней обращалась, относилась в начале, как это на нее повлияло. Я спросила, мне стоило, может, больше к тебе подход какой-то иметь, немножко настоять на чем-то. Ты осознавала, что мне было не все равно? И она ответила, я знала об этом все время, я просто не была готова идти к тебе. Будьте верными и позволяйте, чтобы Господь работал. И пусть Господь работает, не позволяйте, а пусть Господь работает. Мы это не будем обсуждать много, мы хотим вовремя все сделать. Хочу коснуться вот этого, проповедовать на публику. Если это вредно, но мы хотим проповедовать и делиться Божьим Словом, как мы можем это делать? Как мы можем это делать, чтобы это не было вредно? To involve team players. Sure, involve the group. Что? One on one? One on one? Okay. Не, публика вазим, вазим. А, не, так вот сказать, я сам проповедовать, чтобы цены было вредно. Чтоб это не было, да, вредно или не полезно. Это имеется ввиду, это не семена, то есть думать, так Бог, а что так окружающие подумают. Когда вы притворите и думаете, не о том, что Бог хочет вас притворить, как это делать, но о том, как они хотят это делать. Как они получают это. То, что они думают о том, что они думают о вас, о том, что вы говорите. Oh, gotcha. Beautiful way. Right, okay. So, not being worried about that. That's great. Yes. And when we preach within relationship, it is helpful if we just come and preach at them without knowing them well. Если мы проповедуем, но у нас с ними нет каких-либо взаимоотношений, а мы проповедуем на публику, это будет вредно, другими словами. То есть, когда мы проповедуем перед огромным количеством людей, но мы знаем многих из этих людей, то тогда это будет не вредно. Или проповедовать то, что мы сами не знаем. Or maybe we can preach something that we don't follow or don't do ourselves. Right, right. Да. If they know, if they ask, we don't have integrity. И они знают, да. Right, great. Какие вы. Okay, let's go ahead on to presence. Дальше. Что там? А можно вопрос? Там в предыдущем было написано, что хвалить вред, но мы же говорили наоборот, но там что полезно, там ободы, когда ты молодец, когда ты молодец, когда ты получишь. Вот, а там что-то qualcosa роде… Да, почему вы думаете, может быть. Где завтра, где это было можно попомнить что-ли mag. И я думаю с差别 в 곡 поставкам тот на русскую врач. Что 디żер khác, я думаю. Что тотaten ребят easier лучше? Нам нужно знаешь, чтобы они обволómся за ними. Правильно. Потому что» act 이야. «Ну потому что нужно mating. Да. Okay, right. Okay. In English, boast means, like, look at me, I'm so good. Тут имеется в виду, ну, хвалиться, выделываться, другими словами. Не хвалить, а хвалиться. Не хвалить, а хвалиться, да. Опечатка. Опечатка. А, да, там была опечатка? Опечатка. 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 Опять. 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 Опять.